Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут журналисты телекомпании «Город». Белые амуры Уратонды в Елатьме Касимовского района поселение обустраивают по программе поддержки местных инициатив. Возвращают имена. В Кораблинском районе поисковики перезахоронили летчиков Великой Отечественной. Снился мне сад в Подвиничном уборе. Водовиль по Чехову, как новое прочтение классики. Программа поддержки местных инициатив продолжает свое триумфальное шествие по Рязанской области. При поддержке областного правительства в Елатьме совсем недавно открыли фонтан и установили на местном пруду красивую ротонду. Закругленный павильон для отдыха. Причем и сам пруд Казиху местные власти превратили в своеобразный аквариум. Теперь там есть рыба, жизнедеятельность которой поддерживает аэратор. Подробности далее. Классическая ротонда в центре Елатьмы – это не какая-то архитектурная аномалия. Это часть общего масштабного плана благоустройства городского поселения, реализуемого жителями поселка Елатьма совместно с главой местной администрации Григорием Даниловым. При активной поддержке региональных властей. За последние пару лет через программу поддержки местных инициатив Елатьма преобразилась просто кардинально. И жители это ценят. Беседка, которую вы можете увидеть на пруду, фонтан, благоустройство сквера, благоустройство территории около дома культуры. Вот если вы туда пройдете, все это вы видите. И все это, конечно, очень положительно сказывается на самоощущении жителей в своем городе, в своем поселке. Конечно, это все поднимает настроение, это дает какую-то надежду на будущее, ну, в общем-то, держит нас в тонусе. Здесь фотографируются, приезжают много, даже приезжают люди, те, которые, к примеру, со всех мест, ну, как, историческое, вроде как бы, да, Елатьма. Хочется посмотреть на все происходящее. Поначалу, конечно, здесь ничего не было, все так скудненько, вот. А сейчас, конечно, совсем по-другому, абсолютно по-другому. Вот, ну, как это туристическое, да, 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 здесь приезжает, вот даже вот музей, да, по-другому стал, ну, еще, конечно, там довезти его надо. Очень даже хорошо. Елатомский пруд Казиха совсем недавно был, можно сказать, большой лужей, заросшей водорослями. Все изменилось с момента участия в программе поддержки местных инициатив. Городок стал расцветать, появился фонтан, облагорожена площадь Ленина, местная библиотека стала интерактивной и контактной. Постройка ротонды на пруду – тоже решение жителей, поддержанное Министерством по делам территории и информационной политики Рязанской области. Это сразу стало центровым местом для всех елатомцев. И на самом деле хочу передать Жанне Александровне Фоминой большую благодарность, потому что сама суть проекта, поддержки местных инициатив, она и подразумевает выполнение органов и власти пожеланий жителей. Здесь удалось, ну, на сто процентов. Технически само возведение и обустройство заняло два месяца. Цена вопроса – 2 миллиона 660 тысяч рублей, причем 2 миллиона – это субсидия региональных властей. При этом только лишь ротонды дело не ограничилось. В порядок привели и сам пруд. Зачистили от крупных водорослей, наладили подачу потока из местного водопровода. В Казихе удивительным образом появилась рыба. Вот так в пруду появился белый амур. По словам Григория Данилова, запускали уже взрослых особей, чтобы они занялись остатками водорослей. А вот для того, чтобы им было комфортно, установили аэратор. Были, конечно, технические особенности, которые ни один проект предусмотреть не может, говорит глава поселения, но нашли, так сказать, местное решение. Установка аэратора. Казалось бы, в смете есть, куда его поставить. Он в воду нельзя, он замерзнет зимой. Куда-то наружи нельзя, вандалы. Но решили спрятать под мостик, которому, естественно, так просто не подберешься. Запланировано 4 форсунки аэратора. Сейчас работают 2, их вполне хватает осенью. На зиму мы оставим одну вот с этой стороны, потому что ту сторону мы используем для катка. А вот так сейчас выглядит площадь Ленина, которую облагородили тоже на средства программы поддержки местных инициатив. Тут же в центре радует глаз елатомцев настоящий городской фонтан. В парке детская площадка. И не только. Здесь уже и восстановлен памятник героям Великой Отечественной войны. И появилась прогулочная зона. Также дорожки пешеходные к школе проложены. Поскольку мне известно, есть в планах по благоустройству парка, по благоустройству прекрасного вида, который открывается из парка на реку Аку. И надеемся, что в скором времени это все преобразится. Мы благодарим губернатора Рязанка области Павла Викторовича Малкова за реализацию больших таких проектов. И надеемся, что она нам поможет в благоустройстве нашего парка. Местный парк – следующая цель благоустройства масштабного плана. Реконструировать главное место прогулок рассчитывают комплексно, с установкой смотровой площадки. Поэтому в программе поддержки местных инициатив Елатьма будет участвовать активнее. Потому что жители поселения видят, что она работает и весьма результативно. На Кораблинском кладбище состоялась церемония перезахоронения погибших летчиков и красноармейца. Процедура опознания тел заслуживает целой отдельной истории. История о битве, героях и безымянной братской могиле. Подробности далее. Эту могилку в Кораблино всегда называли «малой братской могилой». На День Победы сюда приходили школьники отдать дань памяти. Считалось, что здесь похоронено три военных летчика. Все изменилось после доклада местной школьницы Насте Чумаковой. В прошлом году она написала реферат по поиску погибшего экипажа. По согласованию со многими министерствами, ведомствами, мы достигли такого согласия, чтобы провести эксгумацию. Благодаря нашим полицейским, Стерюкову Николаю Николаевичу, нашим кораблинцам, ровно год назад сделали эту работу. И уже первое открытие было, что там не три летчика, а там пять человек. Четыре летчика и красноармеец. Эксгумация прошла год назад. Тогда останки красноармейцев отправили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Там специалисты провели ДНК-исследование предполагаемого родственника. Результатов нет до сих пор, но работа продолжается. Даже сейчас при перезахоронении летчиков часть памятника оставят чистой, чтобы после дописать имена героев. Сегодня говорили уже много, что предполагаемый родственник, сын живет в Рязани. На самом деле он сейчас здесь с нами, вот здесь вот в сторонке стоит. Николай Михайлович, выйдите. Было бы здорово, конечно, если бы мы установили имя вашего отца, и вы сегодня могли бы торжественно с цветами возложить в первый раз на его могилу цветы, отдать дань памяти. К сожалению, пока так не произошло, но мы продолжим работать. В Государственном архиве Рязанской области сохранились материалы о том, что в конце ноября 1941 года разведывательные и подрывные команды регулярных частей Верхмата вторглись в пределы Кораблинского района. Бомбили всю территорию, в том числе и стратегически важную железнодорожную ветку. Также известно, что в то время на аэродроме Кораблино базировались военные самолеты 11-й смешанной авиадивизии, в частности 168-й истребительный авиаполк. Летчики внесли большой вклад в разгром немецких войск на территории Рязанской области. 29 ноября 1941 года подобный воздушный бой состоялся над деревней Новоселово. К сожалению, он закончился трагически для наших летчиков. Но мы будем помнить о том, как они смело вступили в бой с противником, как героически защитили нашу Родину. Присутствующие на церемонии почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. На свежую братскую могилу возложили цветы. Поиск продолжается. В Рязанской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли 3 человека. Авария произошла сегодня, 14 ноября, в Александроневском районе, примерно в 6 утра. На 340-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись «Форд Фокус» и пассажирский автобус «Неоплан», которым управлял 45-летний водитель. На место немедленно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в автобусе находились 9 человек. Это 6 пассажиров, 2 водителя и 1 механик. В результате происшествия от полученных травм на месте скончались водители автомобиля «Форд» и его пассажиры. Женщина и несовершеннолетний ребенок. Их личности устанавливаются. Травмы получили водители и пассажирка автобуса. Они госпитализированы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. Следователями МВД России Ряжский возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ход и результат поставлены на контроль в прокуратуре Александра Невского района. «Снился мне сад в подвенечном уборе». Кто-то уже видел это красивое название на афишах кукольного театра несколько лет назад. И вот оно вновь в анонсах. Режиссер Олег Жюкжда приехал, чтобы спектакль восстановить. И уже в воскресенье состоялась премьера обновленного Водевиля по произведениям Чехова. С полным аншлагом. Название спектакля цитирует классический романс о любви. «Снился мне сад в подвенечном уборе в этом саду». И в то же время отсылает к произведениям Антона Павловича Чехова. Вроде бы и классик жил и писал уже давно. И сам роман с родом из Серебряного века. Однако же актуальность чеховские строки не утрачивают. Чехов, он вообще гений, надо сказать. И не только драматургия, еще и литературы. Вот два автора, это Шекспир и Чехов, которых можно бесконечно ставить, бесконечно читать. Они созвучны жизни. В основу постановки легли хрестоматийные чеховские новеллы. Несвязанные между собой истории роднит легкость, весенний каприз, интеллигентный юмор и фирменная чеховская ирония. А в постановке Олега Жукжды еще и Вальдемар. Сквозной персонаж, рассказчик. В исполнении Василия Уточкина. Для меня, как самый, наверное, один из самых интересных, но один из самых страшных, наверное, драматургов, это Антон Павлович. Потому что у него люди пьют чай, вокруг рушится мир, бывает. Но слава Богу, что в нашей истории здесь как раз-таки мы были ближе к Антону Чеханте, где у нас водовиль, где у нас очень весело, интересно, очень смешно. И очень вкусно и стильно именно шутим, что позволяет как бы поднять уровень самого зрителя, который приходит, да, который пропитывается этой чеховской иронией, чеховским таким вкусным таким цинизмом порой. После перерыва спектакль снова на сцене, с переменами, созвучными временем. Пересмотр пришлось сделать. Во-первых, и Чехов требует, потому что он очень созвучен к сегодняшнему времени. Вот, и какие-то фразы просто меняют нюансы. Вот эта вот нюансировка, скажем так, старого Чехова под нового, вот она, наверное, стоит того, чтобы еще раз ходить и посмотреть этот спектакль. Абсолютные перемены. Вот, мне кажется, осталось буквально день до премьеры. Я постепенно думаю изменить практически на 80% персонажа от первоначального, потому что мы нашли с Олегом Олеговичем одну вещь, штучку, которую мы, наверное, буквально на прогонах сейчас ключевых попробуем. И мне кажется, Вальдемар, которого я работаю, его так зовут, этого персонажа, я думаю, он очень сильно изменится. Жанр в Вадевиль. Очень непрост для постановки. Создать целостный спектакль из нескольких новелл задача тоже не из простых. Однако у команды театра есть приемы. Первоначально надо понять, что за жанр, в каком жанре мы будем существовать. Тогда, если мы понимаем, в каком мы жанре существуем, мы уже изобретаем потихонечку язык, которым мы будем рассказывать историю, да, визуальный язык. И, соответственно, он рождается на основе великой драматургии, самой, наверное, сильной драматургии. Ну, только, да, наверное, только Шекспир может сравниться с Антоном Павловичем по мощи, по тонкости, по искрометности юмора. Создает атмосферу и музыкальное сопровождение музыка в спектакле «Живая». Кстати, театр «Кукол» – один из немногих, может похвастаться такой возможностью. В каждой пьесе писалась музыка специально, но еще используется, помимо специально написанной музыки, еще используем мы любимого композитора Чехова, Петра Ильича Чайковского. Звучит романс «Мой гений, мой ангел, мой друг», звучит дуэт «Прилепа и миловзора» из «Пиковой дамы», но еще и «Глинку» тоже мы включили, не искушай меня на безнужды. И так звучит музыка, еще моя, она в стиле написана как раз того времени, в исполнении духового оркестра. И очень хорошо, что у нас идет, как у бывателей тогда, все время на летней беседке, у нас идет исполнение музыки «Живая скрипка», «Живая плейта», «Живая контрабас», «Гитара», даже балалайка и фортепиано. «Мой гений, мой ангел» «Живая плейта» Такие слегка осчастливленные, с ощущением того, что жизнь это не просто какая-то гадость несусветная, а все-таки в ней есть то, ради чего стоит жить. Футбольный клуб «Рязань» все-таки попал в шестерку лучших команд в своей зоне второй лиги, в том числе из-за того, что его оппоненты свои матчи разом проиграли. Ну а «Рязанцам» для шага наверх в матче с «Липецким металлургом» нужна была только победа. Вскочили на подножку уходящего поезда. Так коротко можно назвать для футбольного клуба «Рязань» в целом тяжелую концовку группового этапа. Перед матчем с «Липецким металлургом» шансы на попадание в финальную пульку у подопечных Дмитрия Сережкина были чисто гипотетические. Во-первых, нужно было побеждать, а во-вторых, ждать исхода других матчей. С первой частью плана рязанцы затягивать не стали. На 30-й минуте Аксенов акцентированно закрутил мяч в дальний угол 1-0. Гости огрызались, но гол киперхозяев был в этот день непробиваем. Я не могу сказать, что кто-то сегодня вышел спустя рукава. Я думаю, что все равно у хозяев немножко мотивация была повыше, потому что два тура назад все задачи мои свои, мы задачи решили. Начало второго тайма осталось за рязанскими футболистами, и практически идентичный момент с первым голом также, можно сказать, по трафарету завершил Пурак. 2-0, это уже была весомая заявка. Довести до победы оставалось делом техники. Впрочем, на пресс-конференции Дмитрий Сережкин еще не знал, выходит ли его команда дальше. Сегодня забили голы, победили. В футболе решают все голы. Читать регламент надо было, если бы Тамбов победил Курский авангард. Но в драматичном поединке тамбовчане уступили 0-1. Также проиграла Кванту Истрогино. Маленькое чудо произошло. Теперь будем учить футболистов забивать, резюмировал главный тренер Рязани. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова